Пандемия коронавируса и режим самоизоляции изменили формат торговли. По данным аналитиков, в среднем по России сегмент дистанционной коммерции в 2020 году вырос в два раза. Как следствие, потребность в современных логистических комплексах увеличивается. Между тем, Самарская область сейчас занимает одно из лидирующих мест в Приволжском федеральном округе по их наличию. Леонид Кошман продолжит тему. Общая площадь готового корпуса, где уже работают предприятия малого и среднего бизнеса, составляет 23 тысячи квадратных метров. Арендовано 80% помещений. В стоимость входит склад, мезонин для офиса и универсальная платформа для разгрузки продукции любого формата. Формат с названием Light Industrial масштабируется в индустриальном парке Преображенка, который сегодня активно развивается при поддержке областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Ориентирован на небольшие компании, для которых важна транспортная доступность и высокое качество помещений. Чтобы арендодателям и работникам было приятно на этой территории работать, создают обстановку, которая способствует хорошей работе и развитию организаций, которые работают на данной территории. По оценкам аналитиков, пандемия и экономические катаклизмы меняют формат торговли. Растущий объем доставок онлайн увеличил потребность в логистических комплексах. Самарская область по их размещению сейчас занимает одно из лидирующих мест в Приволовском федеральном округе. Большую поддержку оказывает губернатор Дмитрий Игоревич Азаров в том плане, что в любой момент может зайти любой арендатор, любой производственник, разместив на площадке индустриальных парков свое производство, свои склады и прочие офисы и так далее. Поддержка оказывается постоянная, потому что это живой организм, это сети, это электричество, это вода, это развязки, дороги и так далее. То есть это текущая работа, никаких катаклизмов, коллапсов нет. Поэтому все строится на основе каких-то производственных решений в соответствии с вызовами. В промпарке Преображенка уже сейчас идет активное строительство второго корпуса современных складских помещений. Его сдача планируется в 2021 году.